Добро пожаловать на канал HardRassetInfo, перед нами находится телефон Xiaomi 12S Ultra и сейчас мы разберемся, как помочь аккумулятору данного девайса работать дольше. Итак, для того, чтобы наш телефон работал нам, прослужил нам подольше, то мы можем предпринять несколько действий. Во-первых, есть одно постоянное действие, которое лучше делать, это заряжать наш телефон исключительно заводской зарядкой. То есть именно у заводской зарядки, которую вы купили при покупке телефона, именно столько мощности, сколько нужно нашему аккумулятору для того, чтобы не перегреваться, для того, чтобы получать достаточный запас энергии для производительности нашего телефона. Также старайтесь не давать вашему телефону разряжаться ниже 20%, ведь в таком случае у аккумулятора просто не будет хватать мощности, чтобы выдавать вам ту же производительность, которую вы хотите видеть при 80% и тому подобное. То есть он будет перегреваться, перерабатывать и из-за этого портится. Если вдруг получилось так, что телефон опустился ниже 20%, нужно будет включить режим энергосбережения. Я в этом видео еще покажу, как это сделать. Также не надо заряжать ваш телефон больше 80%. Это немножко хуже в короткосрочной перспективе, в плане того, что телефон надо чаще заряжать и тому подобное. Но лучше чаще заряжать, чем он будет заряжаться до конца, до 100%. Вы его не будете снимать определенное время, он будет разряжаться до 99% и опять заряжаться до 100%. И так будет продолжаться, пока вы не вспомните, что уж ваш телефон стоит на зарядке. Поэтому лучше заряжайте его до 80% до 85%, чтобы не расходовать циклы заряда вашей батареи. Также очень часто у вас может быть включена куча лишних функций в панели управления. Поэтому последите, чтобы у вас не был включен Bluetooth, не был включен интернет, когда включен Wi-Fi. Автояркость – полезная штука. Можно включить себе темный режим, выключить точку доступа, NFC, Dolby Atmos, геолокацию, производительность. Вот эти все функции, они как бы только пожирают вашу батарею, когда вы ими не пользуетесь. Потому также можно включить экономию заряда. Следующее, что можно сделать, так это включить экономию заряда. При 20-30% вы уже можете ее включать. Она будет снижать нагрузку на ваш аккумулятор. Ее можно включить через панель управления, либо через настройки батареи. И здесь у нас есть экономия энергии. Нажимаем ОК. Она продлит время действия нашего телефона буквально на минут 30, но при этом нашему аккумулятору уже будет попроще. Если вдруг ваш телефон опустился ниже 10% или 5%, включаете ультраэкономию заряда. Она ограничивает ваш телефон абсолютно полностью. То есть кроме фоновых процессов она ограничивает и все остальное, и все остальные приложения позабирает. Но при этом она продлит время действия вашего телефона. Таким образом вы тоже сможете дойти там домой, чтобы он не выключился. Не разряжайте ваш телефон до конца, ведь это вредно для вашего аккумулятора. Также можно перейти в настройки. Для того, чтобы вот просто телефон работал дольше, можно перейти в настройки экрана. Здесь открыть частоту обновлений. И если вдруг у вас стоит частота обновлений 120, то рекомендуется поставить ее 60, либо вообще по умолчанию, по умолчанию это и есть 60. И пускай себе такая и стоит стандартная настройка. Можно перейти обратно в настройки батареи. Здесь у нас есть, во-первых, рекомендации, что мы можем сделать для того, чтобы это все оптимизировать. То есть здесь есть рекомендации. Мы можем добавить эти все рекомендации вот так вот, протекать их галочками, и потом добавить аж 2 часа до производительности нашего телефона. Также здесь можно увидеть, как и что использует заряд нашего телефона. Можно закрыть эти все приложения. В сведениях можно посмотреть контроль активности, ограничение работы в фоне, например, подражение будет закрываться после 10 минут. Либо умный режим, он рекомендуется телефоном, он будет автоматически закрывать приложение, когда оно не нужно было. Также можно закрыть приложение предварительным, если вы видите, что оно прям наглеет. Также можно зайти в раздел батареи. Здесь у нас есть, во-первых, состояние батареи, во-вторых, можно посмотреть температуру нашей батареи. Также можно включить оптимизированную зарядку, для того, чтобы оптимизировать старение батареи и не дать батареи портиться намного быстрее. Центр задач у нас тут. Во-первых, включить режим без звука, изменить яркость тут. Можно настроить действия, которые будут происходить, когда вот наш телефон спустится ниже 20%. Можно настроить условия, например, там с 12 до 7 будет работать, и там режим не беспокоит. Это тоже сможет сэкономить вашу батарею. В настройках в правом верхнем углу вы тоже можете настроить отключение интернета, очистку памяти после выключения телефона, то есть, чтобы все приложения закрывались, все фоновые процессы переставали работать. Ну и на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok